17 ноября 24 года, воскресенье, дневниковое. СМИ не требуют почаще делать дневниковое, но как я могу делать дневниковое, если у меня нету новостей? Очень мало новостей. А писать о... записывать о политике я не хочу, потому что я всего лишь наблюдатель. Я не могу ничего сказать. Сейчас я расскажу о том, как я купил телефон, как я с этим намучился, как я намучился с ремонтом этого телефона здесь, в Страсбурге. Пришло мне время покупать новый телефон, потому что старый телефон, мой Blackview 6800 Pro, стал уже очень медленным, с 8-м Android. И определился я, что куплю Samsung, потому что у меня Samsung Galaxy Watch 5 Pro. К ним подходит только с телефона Samsung. То есть только на телефонах Samsung я могу без танца с бубнами запросто сразу открыть мои фазы сна и другие параметры посмотреть. Без танцев с бубнами. Вот выбрал я Samsung S20. Почему S20? Потому что это такая наиболее такая новая модель, но в то же время уже подешевевшая. И такая довольно-таки распространенная модель в среде Samsung. Выбрал я по глупости S20+. То есть там экран с большим разрешением, что не используется, кстати, он просто там больше разрешения просто откручено для энергосбережения. И больше памяти оперативной, что тоже не очень-то используется, поскольку я не совсем загружаю телефон. То есть мне было достаточно купить версию Fan Edition FE. Samsung S20 FE. Fan Edition раза в полтора-два дешевле, чем Samsung S20+. 5G, кстати. Что тоже 5G не используется, тоже откручено в энергосбережающем режиме. И вот купил я телефон. Пришел телефон. Естественно, заснимали на камеру открытия посылки. Вот. Ну и открыл телефон нулевый, новый, снабжу с виду. Вот. Ну, показал я на камеру, там, сколько процентов аккумулятора, там, как он держит аккумулятор. Заснял всего там минут, ну, 20-25 заснял. Ну, мне нужно было обратить внимание, ну, я купился тем, что телефон с виду новый. Реально, ну, без царапинки. Я купился в том, что аккумулятор тоже должен быть новый. Аккумулятор оказался убитым. Где-то процентов 79 емкости от самой номинальной емкости. Там, как, у нового Самсунга с 20-го емкость должна быть 4500 мАч. Но, реально, емкость составляющая 4370 мАч. Реально. То есть, это минимальная его емкость. А у этого аккумулятора оказался ещё меньше 3800, там, с копейками. Ну, в общем, вернуть мне уже не удалось этот телефон. Налебонку, который я покупал. Дал я ссылку на видео, альбитру. Но он мне написал, что посылки ничего определить нельзя. То есть, нельзя определить, что аккумулятор убитый посылки. Так я заснял видео. По-хорошему, нам нужно было бы включить экран, оставить на какое-то время и показать на видео емкость аккумулятора за это время. Насколько упал и, ну, хоть как-то зацепиться. Вот. Путём расчётов показать, что аккумулятор мало держит. Ну, это тоже вряд ли бы. А снимать аккумулятор все пять часов на видео, это вряд ли бы. Вряд ли бы у меня даже хватило бы аккумулятора на телефоне, на фотоаппарате на моём. То есть, это тут рулетка. Как повезёт. До этого мне всё время везло с покупками. Ну, выяснил я, что замена аккумулятора стоит 70 евро оригинального Samsung. Оригинальный Samsung. То есть, я, конечно, расстроился, но не сильно. 70 евро это всё-таки не такая здоровая сумма. Пошёл я тут, у меня рядом мастерская. Мужик сначала попросил 80 евро. Я сказал, что это дорого, он снизил 80 евро. Ну, такой торгаш. В итоге, заменил он мне аккумулятор. Взял я свой старый аккумулятор у него. И пришёл домой, стал искать, как мне определить ёмкость аккумулятора. Нашёл я программу AQ Battery. А, ССЮ, ССЮ, Баттери. Эта программа специально предназначена для того, чтобы определять ёмкость аккумулятора. И чтобы определять его износ последующий. Эта программа показала, что новая батарея Samsung имела 3900 мАч. Или в переводе на проценты, где-то 89% от номинальной ёмкости минимальной. То есть, ну, некачественная батарея. Хоть и новая. Пошёл я опять к продавцу. Набрал я письмо продавцу, где всё написал. Что вот, мол, измерял я программу. Вот, мол, такая ёмкость показала. Должна быть такая ёмкость. Что от номинальной всего 89%. Прошу вас заменить мне аккумулятор на нормальный. Или я буду вынужден на вас жаловаться. Продавец усмехнулся моему письму. Он сказал, что хорошо. Чтобы я оставил ему. Потом, когда я пришёл к нему, он сказал, что ещё ничего не готово. И стал по-французски мне говорить о том, что он сделает мне скидку. Я так понял, что он сделает мне скидку за то, чтобы оставить тот аккумулятор, который у меня есть, новый. И ещё дать мне скидку за то, что он некачественный. На что я согласился. Он обещал 30 евро скидки. Я подумал, что ну пусть, ладно, будет сначала этот аккумулятор. А потом я через полгодика-годик замену на другой. Более нормальный. Когда этот убьётся. Да, кстати, в Samsung есть аккумулятор, разберегающий режим. Когда аккумулятор не заряжается выше 85 градусов. Процентов. Градусов. Я просто сегодня голодаю. По воскресеньям я голодаю. И у меня слабость. И немножко такая концентрация внимания пониженная. Вот. И вот если её отключить и заряжать до 100%, то в принципе можно потерпеть и убивать этот аккумулятор дальше. Когда он совсем убьётся, уже поменяет на новый аккумулятор. Кстати, я сомневаюсь, что можно найти нормальный аккумулятор вообще. В принципе. То есть, скорее всего, это тоже рулетка. Как повезёт. Но тут показательная сама реакция продавца. То, что он, сначала увидав в моём письме, что я пишу, что я буду жаловаться, он согласился, что он поменяет мне аккумулятор на новый. Потом я когда пришёл, он стал мне заливать то, что он какую-то скидку мне даст. Я согласился. Но когда пришёл, оказалось, что он имел в виду, что он поставит мне обратно старый аккумулятор мой, убитый. Совсем убитый. И отдаст мне новый. То есть, цену за него не вернёт. А вернёт только стоимость установки аккумулятора 30 евро. Я, естественно, тут же, ну, воспринял это всё в штыки. Стал говорить, что я его не понял, что пусть мне поставят нормальный аккумулятор. То есть, как было написано изначально в моём письме. Ну, в итоге, я не знаю, что на него повлияло. Наверное, мой такой потерянный вид совсем. Я совсем растерялся. Просто совсем был ошарашен тем, как он со мной обошёлся, этот мастер. И он, наверное, понял, что он тоже лишку перебрал. И он согласился, что он закажет новый аккумулятор, ещё один новый аккумулятор. И поставит мне другой новый аккумулятор. Но, в чём я, кстати, сомневаюсь. Я, скорее всего, думаю, что он мне оставит прежний аккумулятор и скажет мне, что он установил мне новый аккумулятор. То есть, вот этим всё закончится. Так что, мне через два дня идти забирать телефон и выяснить, в чём дело. Пока я пользуюсь своим старым телефоном. Вот. Ну, о чём ещё рассказать? Да, то есть, проблема с самими аккумуляторами, даже с марочными аккумуляторами, так так назовём их. Что, скорее всего, они, сами фирменные аккумуляторы, при хранении, когда они хранятся полгода, год и более, происходит деструкция в них, и они теряют ёмкость. Нужен совсем уже свежий новый аккумулятор, марочный. И, я не знаю, ведь могут и те, кто подделывает аккумулятор, могут подделать наклейку запросто. То есть, нужны какие-то там, не знаю, степени защиты для наклеек, что ли, чтобы убедиться, что аккумулятор действительно настоящий. Да, кстати, в другом месте, в Страсбурге, с меня попросили 129 евро за новый фирменный аккумулятор Samsung. То есть, за то же говно, те же, уже другие ещё деньги. Так что, вот какие мои... Ну, если бы было всё мелочи, если бы мы были бы современные люди, не так зависимо от телефонов. Вот. Со старым телефоном я не могу нормально учить французский язык, в дуолингву. Не могу слушать музыку, у меня вся музыка на новом телефоне. И даже CD-карта, в которой я закачал музыку на новом телефоне, с нового телефона снял, на старый телефон, он её просто не видит почему-то. Ну, то есть, старый телефон, что говорить. Ну, о чём ещё рассказать? Входил я в почтовый банк, открыл там счёт. Выяснил я, что мне придётся платить за карту этого банка где-то 3 евро в месяц. Ну, то есть, 36 евро в год получается, да? Я-то думал, что всё бесплатно будет, но оказывается, нет, что мне придётся платить за мой счёт. Ну, я думал, как? Я думал, что положу деньги на счёт, и они должны быть мне проценты. Вот. Класс, наверное, этот счёт за мои деньги. И я выложусь в эти проценты, то есть счёт всё равно будет бесплатный даже с какой-то прибыли. Почему я хочу перейти на почтовый банк? Потому что мой почтовый банк Никель, ну, интернет-банк, точнее, Никель. Ну, сегодня он есть, а завтра его нету. И вообще лучше держать яйца в двух корзинах. Решили так, что теперь переведу мой доход на почтовый банк. Чтоб шёл, шёл, шёл. Ну, потом 20 миллионов французов, они дураки, наверное, они записаны в этом почтовом банке. Вот. Ну, пусть будет два банка у меня. Никель для меня точно бесплатный банк. Вот. Там я плачу только за обновление карты раз в три года. Какие-то там... Какие-то копейки. Вот. Они снимают, по-моему, 20 евро. Ну, в общем, вот работаю. В бассейне себя так и не смог загнать. Вот уже неделю не хожу в бассейн. У меня депрессия. Где-то к началу ноября развилась у меня депрессия. Потихоньку я сдаю. Вот. Может быть, перестану записывать видео, потому что... Ну, совсем никакой я. В видео мне было бы интересно рассказать о текущей политической ситуации, о моем видении, потом по этому вопросу, по тому вопросу. Ну, вот я такой никакой, я только наблюдаю. Мое мнение, оно неустойчивое, оно не глубокое. Мое мнение такое, что идет пожар, и этот пожар просто пытаются тушить и маслом. То есть, в любом случае, пожар будет разрастаться, пока все не выгорит дед лап. Вот. То есть, такое мое видение, очень упрощенное. То есть, я считаю, что война не только будет продолжаться, что она будет усугубляться, она будет приходить на другие фронты, она будет... Она до сих пор как бы гибридная наполовину. То есть, она и экономическая война, и военная война, и политическая война. Она будет во всех сферах усугубляться. Так что, посмотрим. Ну, ладно, все. Продолжение следует...